Дорогие мои, я сейчас на аккаунте выхожу в эфир на основном аккаунте Натолисова. Поэтому, если вы хотите ко мне присоединиться, я буду рада. И даже если кто-то захочет выйти в эфир, я буду счастлива. Так что присоединяйтесь, поболтаем. Продолжение следует... Лежала-лежала на диване, послушала президента. И думаю, надо просто выйти. Моя лидерская позиция не позволяет мне отмолчаться, потому что я знаю, в какой сейчас бредовой жопе находятся наши мысли. И какие мысли бродят вот здесь по голове. И какие чувства, ощущения, когда мы слушали эту речь. И у каждого свои были высказывания, смятения. У меня тут несколько групп. Кто что, абсолютно кто что, кто во что. По-разному люди воспринимают эту информацию. По-разному вообще относятся. По-разному и к президенту относятся. Кто-то любит, кто-то не любит, кто-то терпеть не может. И у нас как выборы, так здесь дебаты. В том числе и в моей семье. Мы делимся здесь на несколько фронтов. И мои подруги. Кто-то разделяет, кто-то не разделяет. Мы по-разному относимся. И да, бредовая жопа. Бредовая жопа и мысли ходят явно не вот здесь, где мыслительный аппарат. Потому что сразу парализует страх. Парализует страх. И он у всех абсолютно. Потому что никто. Ну, в общем-то, все-то знали прекрасно, что нас не откроют. Все прекрасно. Поставьте плюсик, кто думал, что не откроют. Ну, и еще добавят дней 10-15 максимум. И, в общем-то, все как-то рассосется. Это оптимисты наши. Те, кто думали, что я прогноз ставила, что до 15-го. Потом еще закроют до 25-го. Ну, и потом до конца апреля. Но, видимо, президент решил не быть ермушкой. И не выходить из КРАС в эфир. И не тревожить наше сознание. Он сразу брымс и отрубил нам до конца месяца. Так, Светлана пишет. Что скажете, Наталья Николаевна, про сегодняшнее заявление? Как вы? Я прекрасно, Светлана. Я прекрасно себя чувствую в том плане, что поймите, что вчера писала статью. Сегодня я буду вам рассказывать, зачитывать, чтобы вы поняли, почему я... Я сейчас переживаю только, знаете, за кого? Мне кажется, все волнуются, волнует ситуация, в которую мы попали до конца апреля. Ну, конечно, конечно. Я же вышла не рассказать вам, как варить новые блюда или как играть в игру «Крестики-нолики». Понятно, что всех волнует именно это. Чувство незащищенности присутствует. Да, однозначно эти чувства присутствуют, однозначно. Не было бы понятно, что надолго. Это понятно. Два месяца на самоизоляцию. Сразу было понятно, что недели не обойдемся. Да, понятно. Кукушка так поедет. Поедет, да. Кукушка у многих поедет. Это прям даже вот к бабке не ходи и здесь предсказывать непредсказуемо. Кукушка поедет у многих. Думаю, еще половину... Так, просидим. Ситуация тяжелая, но мы справимся. Я была уверена, что до конца апреля. А морально готовилась до мая. Я тоже думаю, что в мае нас не выпустят, потому что там как раз праздники, и на эти праздники майские, я думаю, что мы останемся опять в изоляции, и закончится это где-то, ну, числа к 15 мая. Я так думаю, дай бог, я бы ошибалась. Салонный бизнес не поддерживается государством. Нет, не поддерживается. Мы всегда были на затворках во все времена. Нас не поддерживали. Вы, если этого не ощущали, то я ощущала это. Когда мы защищали честь города, когда мы выезжали на кремлевские конкурсы, когда мы выезжали куда-либо за границу, мы приезжали и не чувствовали поддержки ни от местных властей, ни от кого. Может быть, на уровне... Да нет, и на уровне, наверное, и на уровне наших сборных команд России. Я знаю не понаслышке, то есть мне рассказывали из первых уст люди, которые защищали нашу страну, честь нашей страны, именно по парикмахерскому искусству. Они тоже, им приходилось все доказывать, добиваться, расталкивать локтями, чтобы им помогли как-либо и собрать команду, и провести тренинги, и выехать. То есть это все всегда так было, да. Потому что наш труд считается обыденным, бытовым, и он обесценился, он никогда и не ценился. Если бы он ценился в нашем государстве, многие, наверное, не знают, что до 1965 года, именно в этом году я и родилась, в 1964-м был переворот, когда Хрущева сняли и пришел Брежнев, и вот в 1965-м Брежнев издает указ. Указ, могу немножко ошибиться, 1964-й, 1965-й, он издает указ, где выводят нашу профессию, именно служба быта и вместе с тем парикмахерское искусство, из профессии вредности. То есть у нас до этого года, до 1965-го, парикмахеры получали за вредность, потому что уже доказано давно, что парикмахер – это человек, который вдыхает, в том числе и волосы, а волосы являются биологическими отходами. Поэтому у нас еще тогда отменилась льгота по вредности. Поэтому о чем мы говорим? Конечно, конечно, никто нас с вами недооценивает и не ценит. И вообще это все… Андрей Александрович, голубчик, вы специально сейчас гремите столовыми приборами, чтобы всем сказать, что вы накрываете ужин. Или как? Так, муж пошел на кухню, называется. Вот, обидно он сказал, с сохранением заработной платы, так как кто платит эту зарплату. Да, когда я услышала эти слова, я тоже практически подпрыгнула, потому что я прекрасно понимаю, что все бремя, все бремя ляжет, в том числе и на меня. Если, например, я по своей семье, по своему бизнесу защищена… О, кстати, у меня первые потери, я пострадавшая. Вот видите, то есть надо было уже делать коррекцию, вот, а здесь брамс и все. Вот сегодня все, у меня уже гель-лака нет. Поэтому я представляю, какие наши клиенты выйдут после этой изоляции. Так вот, поэтому, когда я услышала, у меня прям вот внутренне резонный вопрос. Мы с мужем слушали и с внуком. Я пытаюсь при внуке не давать оценку каким-либо негативным событиям, и я как-то сдерживаю свои эмоции. А здесь из меня прям вылетело, вылетело. За чей счет банкет? Он подумал, как вы сейчас будете выплачивать зарплату? Как мы это все переживем? Ведь фактически уже ласточки, колокольчики от сотрудников, там, где есть бунт, там, где сотрудники не ваши партнеры, не ваши компаньоны, они уже возмущаются, уже возмущение идет. И понятно, что сотрудники, сотрудники однозначно, когда вот сейчас вот буквально вот-вот закончится денежный запас, и когда, извините, не на что будет, не на что жить, ну, чисто прям вот конкретно, то, конечно, они вспомнят, что сказал президент, и, естественно, это начнется вот эта волна. И уже идет бунт, уже мне присылают в директ такие моменты, запросы. Мне же пишут не только руководители, мне пишут и мастера, которые действительно спрашивают, а должны ли им платить, а обязаны ли платить, а как быть, а вот мы так это дело не оставим, а пускай директор платит. Поэтому, естественно, мое негодование тоже здесь. Тут же сразу говорят, вы можете взять беспроцентный кредит в банке, и в банке, ну, то есть рассчитаться, выплатить своим работникам. Понятно, что мы можем это выплатить. Конечно, мы можем выплатить. Мы можем авансировать. И, скорее всего, многие из нас будут это делать. Не поняла, почему у меня, так, подождите, почему у меня здесь не идет зарядка. Вот, конечно, мы будем это делать. Но где гарантии? Ну, что наши сотрудники с нами останутся все. Потому что у меня, например, есть предчувствие, что многих выкосит с этой профессии, и люди уйдут, потому что разговоры уже идут. Даже у меня во внутреннем чате моего аккаунта, где у меня закрытая группа своего салона, только что вот сейчас я им тоже отвечала, где пишут, что а вот на заводе, а, не так это было, там была, знаете, как одна из моих сотрудниц, пишет. Сейчас прям зачитаю. Мама была права. Надо было, нафиг я пошла в эту профессию, надо было бы работать на заводе. На что я отвечаю, что да, на заводе это хорошо, но на двух стульях не усидишь. Нельзя и рыбку съесть, и на веточке покачаться. Мы все с вами когда-то выбрали частный бизнес. А многие из нас выбрали быть руководителями и выбрали не работать на дядю и уйти в частное плавание и взять систему рисков на себя. Потому что первая задача предпринимателя – это взять систему рисков на себя. Это отвечать за результат не только свой, а своих сотрудников. Дальше я продолжаю. Мы все с вами выбрали когда-то частный бизнес, и многие из вас сбежали с завода. А были времена, когда заводчаны, наш автоваз, завидовал нам, коммерсам, которые работают в коммерческой деятельности. Помните эти времена? А почему я так ответила? Потому что пишут, а заводчанам сохранили заработную плату в полном объеме. В полном объеме. Но понимаете, когда люди недалекого ума, вот недалекого, да, у них туннельное мышление, и они думают, только видят то, что поверхность, так же, как и моя сегодня крестница, мне пишет, переписывается. Она только родила ребеночка, ребеночку только месяц. И, понятно, она еще в стрессовой ситуации, как мама, как женщина. И у нее еще есть ребенок 5 лет. И мужа вывели с рабочего графика и уменьшили зарплату до 30%. Ну, то есть, это все вот эта ситуация. И сегодня она мне пишет, что с ее счета было списано, кредит, кредит за ипотеку. Она говорит, мы не успели написать заявление. И она, девочка, которой 30 лет, она тоже слышит и верит в те слова, ну, пытается верить в те слова, которые она услышала по телевизору, то, что сказал президент. И я ей объясняю, не то, что, не слушая то, что говорится, а смотреть то, что делается. Потому что от того, что он там сказал, до финального этапа еще не все свершится. Это я не бунтую против правительства и намеченной линии президента. Это я просто вам говорю, что не живите в иллюзии. Копайте дальше. Почему заводчанам нашим выплатили полностью зарплату? Почему? Да потому что у нас 28-го уже войска были введены. Почему? Потому что когда дробили и грабили и делили наш завод, естественно, здесь очень боялись, что будет бунт, что будет забастовка, что будут какие-то восстания. Ну, восстания, в смысле, вот такие вот моменты. Поэтому, поэтому им сейчас выплатили, чтобы в городе не было бунта, чтобы не было сопротивления, чтобы было легче управлять. Ну, это все нужно смотреть поглубже, не обращая внимания только на поверхность. Что дальше? Вы будете работать? Вы будете работать? Я буду работать. Да, я работаю. Моя задача сейчас дать вам поддержку. Моя задача не оставить вас без слова, без вот этих вот лекций, без выхода в эфир. Я сегодня, честное слово, вышла второй раз только. Надо, наверное, усилиться и выходить чаще, потому что нужно давать поддержку. Мне есть, что вам сказать. Давайте начнем обучаться, давайте начнем образовываться, потому что это все равно закончится. И сейчас, вот, мне очень понравились слова, которые буквально, буквально, сейчас я вам покажу, прям, не покажу это на другом телефоне, значит, придется зачитать. Мне сейчас прислала одна из девушек, та, которая со мной была в Казани, была в Казани, и мне очень понравилось ее отношение. Я прям перекинула к себе в клуб ее отношение, вот к этому всему, что происходит, я прям вот в клуб скинула девчонкам, чтобы они тоже прочли. Да, большинство привыкли шиковать, и на время придется отказаться от ништяшек, ништяш, ништяшков, ништяшков, да, и у большинства есть кредиты на край, выйдем на работу, будем решать уже финансовые проблемы, когда выйдем на работу. Сейчас и впрямь ничего не изменить, это от нас сейчас ситуация не зависит. Единственное сейчас мое мнение, это проверка пройти с достоинством и с высоко поднятой головой, потому что ситуация все равно будет решаться, все равно все знают прекрасно, потому что, ну, поймите, что если бы это была ваша частная ситуация, ваша частная, когда вы песчинка, и я песчинка, маленькая песчинка в большом-большом государстве, то, наверное, я бы не достучалась, не докричалась, не договорилась, и было бы тяжело. Когда это общая ситуация страны, когда это общая ситуация, что каждый первый, каждый первый имеет в нашей стране кредит, каждый, ипотеку, кредит, неважно, маленький, большой, у многих один, два, три, пять, десять, по-разному, по-разному люди, и знаете, когда я недавно разговаривала с одним из своих знакомых, и у него вообще, вот от слова вообще, нет и не было ни одного кредита, ни одного. это мой кум, у моей подруги, мои подруги, муж, они же мои кумовья, он вообще с государством ни в одни игры не играл. И когда у нас зашел разговор, он говорит, ну как, как вообще, ну как можно брать? А невозможно в нашем бизнесе быть предпринимателем и не брать кредиты. Невозможно. Мы все фактически крутимся на заемные деньги. У нас не машина так айфон, не айфон так потребительский кредит до отпуска, потому что у нас нет такой возможности и не было такой возможности у среднего класса отдыхать, ездить, я не знаю, иметь первые необходимости, ведь машина разве роскошь? Машина это просто, ну я не знаю, неотъемлемый элемент, так же, как и квартира в нашей жизни. Это неотъемлемый элемент, понимаете? Поэтому я прекрасно понимаю, как вообще все чувствуют и как вообще сейчас все переживают. Вместе с тем прекратите колебаться, наберитесь мужества, вздохните и выдохните. Все все равно произойдет так, как должно. От вас мало что зависит и не поменяете вы ситуацию в стране, я думаю, что она будет даже усиливаться буквально вот на следующей неделе, к началу следующей недели, она усилится. То есть у нас еще и будет ограничение по выезду, въезду, паспортный режим и много-много другое интересного сюжета, который вы никогда в жизни, возможно, больше не переживете. И возможно, дай Бог, слава Богу, что не переживете, но у вас появится опыт, опыт пережитого, так же, как есть у меня опыт в связи с теми, тремя кризисами, про которые я уже рассказывала, и рассказывать уже не буду, одну и ту же балалайку в каждом эфире, я уже не могу рассказывать одну и ту же, как я пережила кризис. Но я хочу сказать, закаленные, закаленные умы, закаленные люди, те, которые уже переживали такие ситуации, то они уже подходят совершенно по-другому, по-другому к этой вообще проблеме. Поэтому вчера писала, очень много писала, и, понимаете, есть такое ощущение у людей, вот это ощущение, его можно приобрести, его приобретают, с ним не рождаются. Это привычка побеждать. Это ключевой навык, ключевой навык, когда вы точно знаете, что в любой ситуации вы победите. Если у вас такая уверенность, скажите мне, пожалуйста, я хотела зачитать ваше здесь все, что вы мне написали, но я, наверное, прочитаю позже. Позже. Так. Если у вас такая привычка, вот именно, и навык побеждать. Побеждать. Если у вас такая уверенность, что все все равно будет правильно, хорошо, что все образуется, если у вас такая уверенность внутри. Привычка не расслабляться, да. Привычка не расслабляться. Это саморегуляция, это самоуправление, это умение управлять собой. Да, да, да. Вот если она у вас есть, если она у вас выработана, ее нельзя сейчас приобрести. Вот сейчас, мгновенно, вот так вот нельзя ее приобрести. Поймите, что она вырабатывается. Или она дается вам родителями, но родителям не от рождения, а родители, которые правильно воспитывают детей, которые дают им такой навык, которые дают им такой навык. Да, конечно, есть. Не сдаемся. Однозначно, абсолютно есть. Все переживем. Учись такой уверенности. Да, 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 да. И я так обнуляюсь. Обнуляйтесь, обнуляйтесь. Скидывайте все, что было. Не хочу бросать ногтевой сервис. Мне нравится. Дарите красоту. Да, отлично. Обнуляйтесь. И знаете, что делаете? Вот посмотрите, пожалуйста, вот после вас, вот там вот Татьяна пишет, она, видно, что стоит, по-моему, с медалями. Ищите учителей сейчас. Ищите тех людей, кто может дать вам навык. Потому что, ну, не просто так Бог приостановил и дал вам возможность обучаться. Да, это школа жизни. Она учит. Стоит ли подать на банкротство? Сейчас не получится на банкротство, если вы слушали первое выступление президента от 28-го числа. Прослушайте 27-го или 28-го. Прослушайте его еще раз. Невозможно сейчас подать на банкротство, пока вот идет вот этот вот период. Невозможно. Оно будет чуть попозже. Поэтому только вперед. Конечно, сейчас нужно набраться, набраться мужества. Всегда иду вперед, не оглядываясь. Так вот, поймите, что фактически это, что это за навык? Это привычка побеждать. Это такие базовые, базовые вещи, которые человек приобрел. Возможно, это от родителей. У нас из поколения в поколение, с молоком матери, к сожалению, к сожалению, передавался такой принцип мышления, такое восприятие жизни, такое мировоззрение, знаете, такое рабское мышление, рабское. А привычка побеждать, она совершенно идет от другого. И это формируется, вот это вот рабское мышление, которое вот сейчас очень многие проявляют. Проявляют именно, что воля, что неволя, пускай бизнес сгинет, а что делать, а я вот выйду втихаря поработаю и так далее и тому подобное. Понимаете? То есть это тоже неправильная абсолютно постановка. Неправильная. Потому что, ребят, пошли рейды. Я не хочу вас пугать. Но именно пошли рейды. И рейды выходят сейчас с проверками. И я думаю, что на следующей неделе они будут все жестче и жестче. У нас, я уже рассказывала в прошлом эфире, ездит прям такой фургончик с гербом. И буквально вчера мы созванивались с нашим бухгалтером. Она рассказывала, что в одном из наших микрорайонов штрафанули салон, выписали штраф. Не штрафанули реально, а выписали штраф, предписание выписали и переписали всех клиентов, которые в данный момент именно находились на обслуживании. Понимаете? На обслуживании. Поэтому вот это фундаментальный навык, который должен был приобрести ребёнок в детстве. Именно вот это вот нерабское мышление. И это приобретается только тогда, когда у человека формируются навыки принимать любые, любые вот такие вот перипетии, как, знаете, как неизбежные, как то, что нужно пережить, то, что ляжет в вашу корзину поведения потом. Вы сейчас переживёте. Мы все с вами выживем. Самое главное, с каким лицом мы выйдем из этого всего. Понимаете? Как это будет происходить? Каким образом, понимаете? Каким образом это будет происходить? Вот. Если, знаете, как вообще это происходит? Например, в древних племенах девочек и мальчиков, то есть все племена на планете Земля имеют в своём арсенале обряд. Обряд. Инициации. Если вы слышали, инициации. Почитайте, пожалуйста, где-нибудь в интернете. Это обряд инициации, потому что все племена в своих племенах именно и девочек, и мальчиков проводят через этот обряд инициации. Что это значит? Что это значит? Это мальчики становятся мужчинами, а девочки становятся женщинами. Как это происходит? Это ничего не связано с сексуальной энергией, это связано совершенно с другим, это связано с мужеством, с отношением кризисной ситуации, это связано с тем, как ребёнок, который вырастет и прошёл вот этот обряд инициации, только ему потом позволено бы жениться и создавать семью. И обряд инициации в каждом племени проходили по-разному. Что происходило? У девочек это происходило что? Это, возможно, зарубки на теле, это избивание или какие-то наказания розыгами специальные, или это были татуировки, которые покрывались на всё тело, или были какие-то ещё моменты, которые должна пройти как испытание девочка. То же самое были испытания для мальчиков. И они были достаточно жёсткие, иногда проходили даже до одного года. До одного года, например, у девочек одного племени, когда начинался цикл, открывался цикл, то её оставляли на целый год в одиночестве, и каждый день до колена ей натирали ноги, шкуры, акулы. То есть это должно пройти через боль. Почему это важно было племенам? Потому что в любой стрессовой ситуации вот это племя, вот эти дети, должны были готовы быть к любому стрессу, к любому стрессу, понимаете? Всё, что встретится им на пути, всё, что им придётся пережить, всё, что с ними случится, чтобы они не встали в позу суриката, чтобы они не падали в обморок от того, что будет происходить в их жизни, потому что времена были тяжёлые, это всё-таки племена. Кстати, вот этот вот обряд инсации, он остался до сих пор в племенах, которые живут по старым традициям. И поэтому многие, многие, многие пришедшие в бизнес не прошли этот обряд инсации, не понимают, что открытие бизнеса, когда ты отвечаешь за людей, когда ты отвечаешь за команду, когда ты отвечаешь финансово, кредитно, зарплатно, эмоционально и много-много другие ещё факторы, то это ваша ответственность. Вы думали, что мы открыли бизнес, поставили людей, привлекли клиентов, собрали денежки, заплатили налоги и то, как заплатили. У нас у всех многослойная бухгалтерия. И этого достаточно? Нет, дорогие, недостаточно. Вот почему я считаю, считаю, что многие сейчас не выживут в бизнесе, как люди они выживут, но им придётся поменять профессию, им придётся уйти в другой бизнес, им придётся искать что-то более спокойное, более стабильное. А стабильность где у нас? У людей, которые работают в найме или работают в государственных службах. Вот у них более поспокойное. У них, видите, есть дотация от государства, от правительства. Например, что мы сейчас видим? Мы же видим первый указ, который выпустили в каждом из ваших городов. Это каждый мэр выпустил что указ? О том, что сделать льготу для муниципальной аренды. Им же так плохо живётся муниципальная аренда. Что такое муниципальная аренда? Это вообще, по сравнению с нашей арендой, это прям хренотень хренотенью. Это копейки. Муниципальная аренда – это копейки. Это льготные выплаты. Потому что я сама сидела на муниципальной аренде практически 11-12 лет. Уже не помню точно по срокам, но достаточно долго. И я знаю, что это в несколько раз меньше, чем коммерческая недвижимость. Вместе с тем, им же тяжело сейчас, поэтому выпустился первый приказ о вот таком льготном периоде. Поэтому почему я так говорю сейчас об этом, о вот этой процессе, и вот этом процессе, когда созревает молодой человек или молодая девушка, когда она готовится к взрослой жизни, так же и вы сейчас проходите вот этот обряд, когда, если у вас первый в жизни кризис, вы сейчас как раз должны поупражняться в своих навыках, в своем умении административного ресурса, как вы сможете выкрутиться в бизнесе, общаясь с государством, которое не всегда выполняет свои указы, как сохранить кадры, которые нужно сохранить, и, конечно же, как сохранить отношения с арендодателем и сохранить клиентскую базу. Вот такие задачи стоят сейчас перед нами. И, естественно, вот как вы пройдете этот путь, это и будет ваш управленческий навык. И вместо вас его никто не пройдет. И если вы его пройдете достойно, с минимальными потерями, переживете год, что такое год? Представьте, что война шла почти пять лет. Пять. И не было ни конца, ни края. А нам предлагают просидеть буквально месяц. Ну, даже если это будет полтора. И мы уже все искудахтались, мы все изнылись, мы все издергались. Понятно, что нам есть что терять. Когда люди так дергаются? Когда люди так ощущают себя? Когда есть что терять. И если нечего терять, люди спокойно воспринимают это. Или спокойно воспринимают люди, которые правильно выстроили бизнес и делали подушку безопасности. Или спокойно воспринимают те, у кого есть какие-то гарантии, или нет каких-то обязательств. Вот спокойствие. В любом случае, это не срок. Это не срок. Понимаете? Абсолютно не срок. Да, денег хотят срубить за все казни. Я согласна. Я даже вот сегодня у меня... Сейчас... Ах, опять я не с того телефона вам хотела показать. Я не с того телефона вам вещаю. Но есть оптимисты. У нас есть оптимисты. Я вам сейчас тоже зачитаю, что какие у нас есть оптимисты-директора. Потому что меня тоже это радует. Потому что юмор в любом случае должен сохраняться. И у меня есть томская группа, которая юморит. Ребята, если Томск меня смотрит, я с вами. Итак, одна из участниц группы пишет. Чем будем заниматься? Ей задают вопрос. Сексом. Выйдем осенью в декрет. И пофиг на все. Отвечает мой Женя. Женя, Женя, Женя Томск, который организатор. Всей страной причем декрет пойдем. Месяц люди в запертом доме находятся. Чем еще заниматься? Следующая пишет. Надо электричество вырубить. Тогда наверняка. Смайлики. Женя отвечает. Хоть одна хорошая новость про общество. План года. Каждый вырубите у себя сами. Делов-то следующее отвечает. Не надо массово, как в СССР. Нет света и все. Так что по-разному люди относятся к этому явлению. По-разному абсолютно. Но если серьезно, давайте я отвечу вам на вопросы. Все-таки вопросы есть, поэтому я готова ответить. Так, вы прекрасный вдохновитель. Моя миссия такая – вас вдохновлять, поддерживать однозначно. Не дать вам раскиснуть. Ведь не закончится бизнес, не закончится ваш бизнес. Понимаете, поймите, что вот через полтора месяца, или через месяц, через полтора, все не закончится. Мы все равно будем работать, потому что это потребность клиентов. Другое дело, что как мы будем работать, какие специализации останутся, какая шелуха исчезнет, какие цены, придется ли нам остаться в этих ценах, или придется их пересмотреть. Вот это будет другое. Поэтому нам нужно подготовиться, и, естественно, готовиться мы будем вместе с вами. Я с 13-го числа открываю курс. Курс будет очень интересный, уникальный. Поэтому кто хочет, но я сейчас вышла не для рекламы абсолютно. Моя цель сегодня – не рекламная кампания. Моя цель все-таки выйти было после вот таких шокирующих слов президента и поддержать, потому что я вам говорю, что у меня взрываются сейчас чаты, потому что в каждом чате пишут, 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 пишут. И понятно, что нельзя было людей оставлять, самих с собой разговаривать. Понятно, что моя миссия была выйти и поддержать. Хотя бы немножечко дать поддержку, потому что, ну просто, ну это с ума можно было сойти, потому что мысли разные, люди по-разному реагируют, люди по-разному абсолютно говорят. Поэтому моя задача была сейчас выйти и именно про это проговорить. Поэтому курс будет интересный и будет 7 занятий, 7 занятий с домашними заданиями, и мы будем с вами пересматривать в том числе, что мы будем пересматривать. Доценообразование мы будем пересматривать, дописать с вами антикризисную политику. Поэтому курс будет называться, сейчас секунду, бьюти-бизнес в эпоху перемен. Бьюти-бизнес в эпоху перемен. И, конечно, путеводитель для руководителей, управленцев, управляющих. Вот как-то так. Да, да, я именно этим и хочу вам помочь, чтобы вы стали немножко смотреть по-другому. Понимаете? По-другому. И это хорошо, что ваш муж стал смотреть тоже меня и слушать потихонечку, потому что очень важно сейчас помните, что вы проходите этот период. Период, когда вы готовитесь к стрессовой ситуации, встретить ее не в панике. Поэтому и выхожу в эфиры, поэтому и поддерживаю вас, потому что однозначно все равно будет послабление по кредитам, их можно отложить по коммуналке, однозначно будет отсрочена выплата, однозначно будет, однозначно. Вы должны просто обязаны передоговориться с арендодателем, если вы сегодня еще это не сделали, потому что есть хорошие новости, в клубе их скидывают. Я рада за многих девчонок. У нас даже есть такой случай, когда арендодатель пошел и на уступке. У нас есть там такая Татьяна, она была у меня на прокачке в Казани. Я очень счастлива за Таню. Он отменил ей аренду до конца года. Он понимает, что она не встанет. Она молодой руководитель, причем из парикмахеров. Ей будет очень сложно. Все держимся. Это все равно или поздно закончится. Конечно, Оль, однозначно. И очень была бы очень рада видеть твоего мужа в эфире. Оль, подтолкни его, пожалуйста. Он нам нужен. И вообще хотела бы выйти с вами, со всеми моими директорами, с кем я трудилась, с кем я работала, чтобы вы просто рассказали свой опыт, чтобы вы просто рассказали, какие действия вы сделали. Вы просто рассказали, чем вы сейчас будете заниматься. Пересчитывать ли прайс, просматривать ли документы, пересматривать ли услуги, образовывать ли свой персонал. Однозначно слезы высыхают с каждым вашим словом. Перестаньте плакать, перестаньте. Когда вы плачете, это не покойник. Мы не плачем над покойником. У нас никто не умер, слава богу. У нас все живы, слава богу. Здоровы ваши дети. У вас еще есть что покушать. У нас мы не съели все зимние запасы. У нас еще есть консервы. У нас есть что сготовить. Вспоминайте, как экономить. Вспоминайте, как распределить. Посмотрите ваши денежки, распределите ваш бюджет. Посмотрите, поскольку вы можете тратить денег на свою продовольственную корзину. Как можно выживать, как можно делать. Я вот сегодня своим вышла и сказала, надо сделать расписание. Ну, расписание, надо жить по расписанию. Раз мы месяц на изоляции, у нас нужно сделать расписание. Именно, когда мы завтракаем, когда мы обедаем, когда мы ужинаем, чтобы не кусковались все вот так вот друг за другом на кухню проходкой, потому что это нерационально. Потом, я сказала, обязательно нужно расписать в этом расписании, чтобы у нас были игры, чтобы мы выходили, гуляли по своей площадке, потому что мы живем за городом. Мы сегодня сейчас с внуком выходили и гуляли по площадкам. Мы днем выходили буквально на 10 минут, сейчас вечером вышли на 10 минут. То есть начните синхронизировать свою жизнь. Поймите, вот это как раз упражнение. Потренируйтесь на домашних, потом с подчиненными будет легче, потому что вы привыкнете к порядку, к порядку, к режиму какому-то. Я уже привыкла, у меня иммунитет вырабатывается на это все. И это замечательно, это замечательно. Прекратите колыхать, колыхать вот эту вселенную. Все энергия, все абсолютное вокруг вас энергия. Если вы будете раскрашивать весь мир в черных красках, от этого вам лучше не будет. Лучше не будет. Вы серьезно? Вы что имеете в виду серьезно? Я вполне серьезно, но иногда я с юморком. Я очень люблю юморить, я очень люблю смеяться. Я не умею рассказывать анекдоты, но истории жизни я рассказываю смешно. И когда я рассказываю, я плачу до слез, чуть не писю кипятком, и смеются все. Поэтому я не поняла, что вы меня спросили. Ирэн, вы, пожалуйста, уточните, в чем я серьезная. Я не была готова к такому большому сроку. Конечно, конечно, Оль, вы были не готовы, и поэтому первый стресс он нахлынул, потому что это же не по вашему сценарию пошло. Это не так, как вы нарисовали себе в мозге. Мозг не принимает эту ситуацию, он сопротивляется, он бунтует, он, конечно же, говорит, так не может быть, наши клиенты, они что будут делать? Ребят, меньше всего вы сейчас должны думать об этом. Почему? Потому что все переживут. Я раньше думала, что это шок. Ну, вот так шок, да? А сейчас я понимаю, что это не самое страшное, это не шок. Ну, да, я сниму сейчас все ногти. Они у меня остались, кстати, длинные, потому что это у меня свои такие длинные. Все, у меня снялся гель-лак. Это не шок. Не шок абсолютно. И даже если я через три недели выйду к вам вот так сединой, и вот так заглажу волосы, это тоже будет не шок. Понимаете? Это будет не шок. Самое главное, что я говорю и как я вас мотивирую. Поэтому у клиентов тоже не шок. Вместе с тем, давайте поговорим о них. Если раньше мы настраивались на привлечение, весь мой курс администраторов был настроен на удержание клиентской базы, на возвращение клиентов, которые у нас потеряшки, которые становятся холодными, и, конечно же, что у нас в приоритете был? Клиент первичный, который заходит, он всегда в приоритете. Помните, мы всегда разыгрывали такую сценку, что важно – телефон, который звонит, клиент, который рассчитывается, или который клиент заходит. И мы отдавали привилегии к звонку. Мы отдавали привилегии к звонку, реагировали на тот, кто входит, и, конечно, рассчитывали того, кто рассчитывается. то сейчас мы должны все свои взоры устремить на клиентов, которые у нас были, которые с нами остались, которые с нами вот дошли до последних дней. Пока клиенты, которые были потеряшки, вы, скорее всего, их потеряете, возможно, навсегда, потому что вот этот период и вот это вот, скажем так, дробление, разорение, уменьшение денежных запасов, плюсов, клиенты тоже пересмотрят свои ценности, и они поймут, что вот это не самое главное. Это не самое главное. Даже если бы мне сейчас пришлось куда-то идти в гости, а парикмахерские все закрылись, предположим, я бы подточила, подшлифовала, подкрасила лаком и пошла. Это не самое главное. Поэтому, конечно, те клиенты, которые уже у вас не ходили, они за два месяца еще остынут, и, конечно, возможно, мы их потеряем. Возможно, вы им не звонили уже 4, 5, 6 месяцев. А вот клиенты, которые были, которые ходили, которые были с вами, вот их сейчас нужно поддержать. Вот с ними сейчас нужно поработать. Каким образом, если нас не пускают на работу? Это, скорее всего, это какая-то рассылка писем, это съемка каких-то роликов, видео и так далее. Мне сегодня очень много присылали в группе. В группе, по-моему, и в Томской присылали, и в Казанской присылали, и в внутренних чатах присылают. То есть то, что они снимали, например, со своими детьми. Дети сотрудников читали одно стихотворение, одно и то же стихотворение, только разные тексты, продолжения. И они сделали ролик. Ролик обращения, ролик такой интересный. Потом следующий ролик у них был снят. Мама моет лицо, протирает лицо и начинает там краситься или в какой-то такой косынке. И дочь повторяет, отнимает у нее и повторяет то же самое. Вот такие ролики развлекательные. Они отправляют на свой аккаунт, они поддерживают клиентов. Они дают понять клиентам, что мы живы и мы ждем. Но только мы ждем приказа. Как только нам скажут, что все закончилось, мы с вами, мы вас поддержим. Мы даже сделаем антикризисные предложения. Мы сделаем какие-то новые услуги и так далее. Вот сейчас нужно работать как раз с клиентской базой. Это ее нельзя оставлять. Нельзя оставлять вообще. Конечно, все познается в сравнении. Все познается в сравнении. И когда мы, да, в Луганске война, уже шестой год, вот это кризис у народа. Да, да. И когда ты вот сравниваешь с чем-то... Важно сейчас остаться человеками. Человеками. Нужно готовиться к потоку клиентов после... Конечно! Конечно! И причем на комплексное им обслуживание делать какие-то, я не знаю, открывать какие-то... Чтобы он об этом всегда помнил, думал и знал. Поэтому здесь очень важно. К домушникам. Как раз сейчас клиенты будут бояться этим. Да, я тоже на это надеюсь, что сработает вот этот вот, я не знаю, колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы не готовы, как у нас снег первый выпал, и сразу все аварии пошли, и мы просто не успели технику вытащить. Мы не готовы, как зима настала. Мы не готовы... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok